Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал! Ну что, дорогие мои друзья, начинаем с вами пятый день эксперимента. Сегодня у нас завтрак. Выгляжу я хорошо, впитаюсь тоже. Ну что, сейчас я хочу себе сделать шарлотку. Яблоки имеются, мука имеется, масло там сейчас, сметану используем, это оно уже пропадает, поэтому, ну что, делаем с вами сегодня вкуснющую шарлоточку. Ну что мне потребуется? Значит, яблоко одно, сметана, мука, сахар, сейчас ещё масло возьму и яйцо тоже ещё одно. Ну что, готовим. Значит, берём одно яйцо, разбиваем. Ой, что-то у меня сахарок кончается, наверное, придётся пройтись по заведениям общепита, которые сейчас закрыты. Так, значит, высыпаю я, значит, нет, не 4, ещё, наверное, возьмём так. 6 пакетиков я сюда использую, 2 столовые ложки сметаны, вернее, всё, что было. Сейчас ещё немножко вот это я разбавлю водичкой. Вот так, раз. 2 столовые ложки масла растительного, чтобы не сухо было для влажности. И сюда я добавляю муку, буду на глазок, ну где-то, может, 5 столовых ложек мне потребуется. Вот 2, 3, ну я вот такие большие с горкой кладу, поэтому сейчас посмотрим. Тесто должно быть как густая сметана. Вот такое тесто у меня получилось, вот как густая сметана, вот так, достаточно. Теперь будет, в общем, получилось у меня 5 столовых ложек, но я так как клала большие, вот с горкой, то 3 я положила, а так, в общем-то, 5. Дальше теперь яблоко я сейчас нарежу мелким кубиком, помою его. Порезала яблочко, кожуру не стала снимать, я его хорошо со средством помыла. Ну, не знаю, насколько хорошо, и смоется там всё с него. Но в любом случае, просто кожура мне сейчас слишком дорога. Я, значит, нарезала кубиком, добавляю сюда, не буду сверху, потому что так вот внутри будет вкуснее. А то и так у меня одно яблоко ещё сверху украшать нет. Всё, ребят, вот такое тесто. Теперь надо найти форму. Форму взяла 18 сантиметров, и сюда теперь перекладываю тесто. Духовку я уже поставила разогреваться, режим вверх-вниз, 180 градусов, отправляю на где-то 25 минут. Ну всё, шарлотка готова, вот зубочистку втыкаю, всё чисто, хорошо. Вот, вообще шикарно, так хорошо запеклась. Ну что, я выточила шарлотку, вот она какая моя красотка, прям как я. Давайте теперь её разрежем, глянем, что у нас тут получилось. Ну что ж, показываю вам кусочек. Смотрите, какая текстура шарлотки получилась. Просто вау, такая нежная, воздушная. Супер. Всё, ребят, сейчас она остынет. Вот я отрезала два кусочка себе и буду её есть. Ну что, мои хорошие, доброе утро. Начинаем с вами сегодня вот с такой прекрасной шарлотки. Шарлатина, я бы даже сказала, не знаю, сили я два куска или нет. Что-то тут пока проснулась, уже 10 часов туда-сюда. Не, хорошо всё-таки на карантине сидеть. Сидишь себе, спишь до обеда, никуда вставать рано не надо. Вот в этом только плюс. Вот, ну я не знаю, сколько будет плюсом, плюсом потом ко всему вот этому телу. Потому что что мы делаем? Лежим да спим. Так, надеюсь, у вас не так же. Так, ну что, пробую шарлотку, она ещё горячая. Я как дельно надела вилку, думаю, буду с вилкой есть. Потому что пока она приготовилась, потому что пока она приготовилась, полчаса она у меня стояла в духовке, плюс горячая. Я уже, конечно, изрядно проголодалась. Ну что же, яблочки. Что-то тут хрустящие. Рецепт запомнили? Записывайте срочно, это очень вкусно. Просто супер. Делала всё на глазок, из того, что у меня имеется. И получилось перфектно. Остался у меня вот такой кусок, больше не могу. Ну, сами понимаете, выпечка, это очень сытно. Больше, чем половина шарлатины осталась. Не знаю, может, ещё на 3-4 раза мне поесть. Но если по два куска, а если по одному, так вообще до конца месяца хватит. Очень много. Надо, наверное, с кем-нибудь делиться. А то я буду не худеть, а вот такая вылезу. Ну ладно, к концу месяца. Ну что, сегодня пятый день. Идём на набор массы пока. А дальше будем сбрасывать уже к концу. Завяжем все узелки потуже. И будем чувствовать себя отлично. Ребятки, вот такой у меня сегодня был завтрак чудный. Надеюсь, вам он понравился. Мне так вообще. Рецептик запоминайте. Получилось чудно. На обед у меня сейчас будет обед. Я себе грею борщ, которым я вчера варила. Ой, позавчера. Вчера я его не ела. Позавчера, в общем, сегодня ему третий день. Нужно его доесть, а то он уже невкусный будет. Вот он мой борщичок. Сейчас он закипит. Вот он какой красавчик. Ну, не красота ли у меня тут получилась? Красненький, насыщенный. Я хотя бы таким способом первый раз делала. Так, значит, эта кастрюлька у меня на 2 литра. Где-то тут и будет 5 половников. В общем, литр борща я сейчас съем. Ну, а что? Ну, как я и сказала, борща тютелька. В тютельку мне хватило целых 5 половников. Всё, вот. Вылила всё содержимое. Погрела 2 куска хлеба. Кстати, они из заморозки, когда их достаёшь и греешь в микроволновке. Ну, прям вот как свежа. Только вот испечённый. Ну, правда, не пахнет не так. Так, борща сметана закончилась. Всё, мы её впустили сегодня в путь, в дорогу последнюю. Ну, борщ со сметаной я не люблю, поэтому не ем. Так что просто так всё. Ребятушки, приятного аппетита всем! Едим и спим! Так, борщичок я прикончила. Всё готово. Даже как-то жалко, что он закончился. Буду по нему скучать. Было очень вкусно. Так, наелась, так наелась. Ну что, поели, теперь пойдём и полежим. Посмотрим какой-нибудь сериальчик или фильмец. В общем, сейчас буду смотреть «Джентльмены кино». Так, ну что, и на ужин у меня есть что есть. Сельдь под шубой, может, даже шарлотку поём. Ну, поглядим, увидим. А борщ всё. Пока. Так, ну что, у меня ужин, многострадальная сельдь. Сейчас её доем. Ну а что, надо уже доедать, потому что иначе завтра её придётся выбрасывать. И так уже третий день. Вы мне там, кто-то писал, как, не больше 4 часов, особенно с майонезом. Ничего страшного. Жива, здорова, всё прекрасно. Хотела селёдки, наемся теперь на 10 лет вперёд, потому что что-то третий день, мне её особо есть не хочется, но надо. Так, специально полазила. Проголодалась побольше. Сегодня точно прикончу, разберусь с тобой. Я себе ещё чай подготовила. Вот, кусок хлеба не доела, потому что тот у меня был большой, этот тоненький, а тот был такой большой, как два куска. Ну, я думаю, вы заметили. Вот, и немножко под шубой всё-таки я не смела, потому что тоже очень много оставалось. Ну, это уже пойдёт немножко кошечкам-собачкам, потому что это очень много. И так наелась. Так, ну что, у меня сегодня пятый день подошёл к концу. Кстати, в той закупке я покупала ещё рис. Я сейчас монтировала, у меня это почему-то не заснялось. В общем, я ещё купила пачку риса. Там в чеке он виден. 40 с чем-то 2 рубля. Он стоит 42,90, по-моему. В общем, пачка риса у нас ещё есть. Завтра будем готовить суфле. Там нам рис понадобится. И, ну, ещё что-нибудь там нужно на завтрак и на обед. А сегодня пятый день, ребята, у нас окончен. Так что, будьте здоровы, берегите себя. И я с вами прощаюсь. Увидимся с вами завтра. А вы тут же. Уже прям, как хорошо на монтаже. Туда-сюда и уже всё готово. Всем привет, мои дорогие друзья. У нас с вами сегодня утро шестого дня. Я доем пирог. Вон, я себе его отрезала. Вот кусочек. 2-2. И чай заварила. Вот мой чаёк. Заварила половину кружки. Половину сейчас подолью, чтобы она остывала. Красивый чай. Не хочу я ни в каких заварниках его заваривать ничего. Мне так нравится. И вот пирог. Два кусочка колбаски. У меня лежали на столе. Ну что, день сурка у нас продолжается. Карантикулы. Что-то я тоже немножко приболела. У меня горло охрипло. И немножко насморк появился. Но точно не корона, нет. Просто обычное какое-то овервие. Но чувствую себя нормально. Ну всё, друзья мои. Завтрак на сегодня окончен. Сейчас будем готовить с вами обед. Друзья мои, теперь у нас с вами будет обед. На обед сегодня сделаем филе. Филе куриное, говорю. Суфле куривое. Филе куриное. Суфле куриное. Значит, я разморожу филюху одну. Хотя что её размораживать? В общем, надо её отварить. Потом дальше рис, который я купила в Европе. Помните, да? Было у нас в чеке. 42 рубля стоило. В общем, немножко рискую ещё отварю. Рис нормальный. Мелковат, но ничего, нормально. Хотя бы не одна осечка, знаете, за эти деньги. Вот. И ещё вот филе куриное. Сейчас я его поставлю всё это варить. Значит, курей филиное я варю. Дальше тут я поставила рис вариться. Так что сейчас будет без соли, без ничего. Не солю. Это потом, когда я буду смешивать, тогда и посолю. Тут я для мужа делаю гуляш. В общем, ребят, очень мне тяжело сейчас готовить на троих, когда муж дома сидит. Просто жесть. На себя, на мужа, на детей ещё. На троих отдельно я готовлю. Вот такие дела. Ну, а что делать? Ну, что тут у меня? Рис сварился. Вот. И куриное филе тоже сварилось. Оно у меня уже остыло. Теперь мне нужно его перекрутить в блендере. Сейчас я его вот так на кусочки порежу. И в блендер. Не знаю, перекрутит, но его нет. Что-то я варёное мясо ни разу там не крутила. Сейчас гляданём. Мясо я перекрутила. Всё перекрутилось отлично. Дальше мне нужно сделать зажарку. Забыла про неё. Значит, лук, морковь замороженную обжарю. И сюда рис добавлю. Его не нужно ничего перекручивать. Просто так добавить. Морковь с луком обжарились. Я добавлю сюда. И оставлю ещё немного себе на супец. Потому что это многовато будет. Всё равно вот это на суп оставлю. Столько, что тут уже лука много. Дальше сюда вобьём одно яйцо. И рис. Что-то я риса сварила много. Разварился. Ладно, если что, я сейчас... Да, это много. Я вот добавлю 2 ложки. А то будет 1 рис у меня. Со вкусом курицы. Вот так. И хватит. А это я, наверное, заморожу. Ему ничего не будет. Его можно замораживать. Сюда потом 2 перчика. Всё перемешиваем. Ну что, я взяла 2 формы. Смазала их маслом со сковородки. Налила сюда по капельке. И теперь сейчас на 2 формы разложу его. Формы небольшие. А если в большую складывать, то это будет слишком низко получится. Поэтому я на 2 формочки вот так сейчас поделю. И нормально будет. Духовку я уже разогрела. Если есть сыр, то сверху можно сыром посыпать. Или там смазать сметанкой, майонезом. У меня ничего такого нету. Поэтому просто в духовку на 10-15 минут ставлю и хорош. Да, вот 12-25, где-то до 40 минут побудет и нормально. Всё, суфле у меня готово. Я его отключаю. Какой от него стоит аромат балдёжный. Конечно, если посыпите сыром, будет ещё корочка. Это будет супер. Так, сейчас я его пока сюда поставлю. Оно у меня остынет. Я пока приготовлю суп на вечер. Потому что сейчас я съем суфле. А вечерком супец. Суп я решила приготовить с капустой. Потому что, ну смотрите, сами. Решайте сами. Ей уже труба. Тут какой-то стразик ещё к ней прилип. О, блин, сейчас бы съела. Так, картошку одну почищу. Дальше капусту. Рис сложила вот в такой пакет. Сейчас сброшу его в морозилку. Он нам пригодится. Мы будем с вами из чечевицы. Может, котлетки делать. Или из гороха. Ну, посмотрим. В общем, рис, он идёт как связующее. Склеивает. Так, значит, рис в морозилку. Сейчас режу капусту. Бульон, морковь. Бульон у нас есть. Зажарка тоже. Включаю плиту. И сразу сюда всё забрасываю. Капусту и картошку. Пусть всё вместе варится. Такие как бы щи-ни-щи. Не знаю, как это назвать. В общем, просто капустный супчик будет у меня. Потом сюда зажарку я добавляю. И всё готово. Ну что, ребят, продолжается у нас с вами день суркач. Тут немножко у меня насморк. Просто насморк и всё. Нет, это не коронавирус. Он меня не возьмёт. Просто насморк и всё. Блин, у меня заканчивается память на флешке. Поэтому придётся есть без вас. Сейчас надо быстренько сказать своё мнение. Но ведь важно для вас. Обалденно. Очень вкусно. Нежно, вкусно. Прям тает во рту. Прям настоящее суфле. Детям тоже понравится. Так что, если что, это вообще из детского меню. Но классно. Суперски. Так, всё, ребят, суфле съела. Оно было просто божественное. Это вообще пальчики оближешь. Готовьте обязательно. Детям тоже 100% понравится. Так, значит, капуста тоже вообще стала шикарная. Ну, конечно, на третий день она уже сама по себе стала мягкой. В общем, тоже салатик у меня классный. Значит, пью я чай. Суп у меня доваривается. Вот, сейчас посолю, поперчу. Да и хорош. Просто будет капустный супчик. И нормально, и хватит. Сейчас давайте его посмотрим. Вот такие дела. Вот он мой супец. Хочется, не знаю, такого мне. Блин, когда немножко начинаешь болеть, начинаются какие-то хотелки непонятные. Чего-то хочется, чего сама не знаю. Всё. В общем, суп почти готов. Так. Ну что, на ужин у меня мой супец. Щи. Я ещё сварила себе яйцо. Вот так вот разрезала его. Ну, так повкуснее будет. Так. И два куска хлеба погрела в микроволновке. В принципе, всё. Вот такой вот супчик у меня сегодня. Разгулялась. Вечер я тут разгулялась. Чувствую себя прекрасно. Вот. Не то, что утром. Было как-то хреновенько. Думала, корону меня взяла всё-таки. Но нетушки. Не тут-то было. Так. Свеженький анекдот вам. В нашем подъезде живёт одна собака. И сегодня она гуляла 15 раз. С собаками же можно гулять. Так. Ну что тут у меня? Защита. Отвлекли меня тут от еды, от моей трапезы. В общем, скажу им так. Супчик вот такой. Начальный денёк. Но мне пойдёт. Нравится. Мне именно такого и хочется. Вот что-то просто капустного супа. Супы уже всё. Аливидерчи. Пока малыша, было нормально. Вкусненько. Так вот. Ну вот с яйцом тоже вообще суперски получилось. Ребят, значит, ужинаю я вот 7 часов. Сейчас я ужинаю. Завтракаю я где-то с 9 до 10. Ну когда-то как. Потому что сейчас мы поздно просыпаемся. И вот так едим. Поздно. Завтрак. Ну а что ещё делать? Только спать сейчас. И всё. Вот. И обедаю я где-то вот с часу до 2. Или вот с 2 до 3. Ну когда-то как получается. Вот сегодня в 2 часа я обедала. Сейчас в 7 я ем. И завтракала в 10 часов. Вот так. Примерно. Вот такой у меня распорядок дня. Ну всё, девчонки и мальчишки. Буду сегодня уже с вами прощаться. У нас сегодня с вами закончился шестой день эксперимента. Вообще пока всё отлично. Дальше увидим. Пока с вами шибкоем. А к концу уже затянем пояса. Ну, как всегда, обычно перед зарплатой пояса нужно затянуть. Так и у меня будет. Ну, поживём, увидим. Вот. Сегодня с вами прощаюсь. Увидимся с вами завтра. Всем пока-пока. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok